Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы все знаете, что я прекратила на какое-то время снимать видео, но так как люди продолжают эмигрировать в Германию, то я бы хотела все равно продолжать делиться информацией, которую я знаю, и помогать с некоторыми вопросами. В инстаграме я попросила вас задать мне вопросы, которые вас интересуют по интеграционным курсам, которые мы сейчас проходим. И сейчас я буду отвечать на эти все вопросы. Первый вопрос. Как все проходит? Где проходят курсы? Нужно ли искать самому или направляют? И обязательно ли эти курсы для поздних переселенцев? Мы искали школу самостоятельно, но если у вас есть социальный работник, то он может вам подсказать контактный адрес школ. Сначала вам нужно найти школу и далее написать письмо или позвонить и записаться на термин, чтобы пройти тест на уровень знания вашего немецкого языка. Далее уже будет определенный уровень, на который вы пойдете. Курсы являются обязательными только для тех, кто едет по восьмому параграфу, то есть для иностранцев. Но вообще я считаю, что эти курсы полезно будут пройти всем людям, которые плохо знают немецкий язык или хотят его улучшить. Второй вопрос. Как быть, если вы уже знаете язык? Когда вы выберете школу и назначите термин на знание языка, вам определяют уровень. Например, мы пришли, сдали тест и наш уровень языка был А1 и нам, соответственно, предложили пойти на курс А2. Если вы уже знаете язык, то вы можете уже пойти, например, на работу. Или, если вы хотите, то вы можете пойти на аусбильдинг. Но на работу и на аусбильдинг нужен уровень языка B1. Третий вопрос. Можно ли сдать намеренно плохо экзамен, чтобы начать изучать язык с самого начала? Да, конечно, вы можете специально завалить экзамен. И даже, насколько я знаю, так делают многие люди, чтобы либо повторить язык и улучшить свои знания, либо чтобы просто подольше посидеть на пособии и не выходить на работу. Тут уже каждый выбирает, как он хочет. Следующий вопрос. Сколько ступеней нужно пройти, чтобы можно было работать? Для работы считается оптимальным уровень языка разговорный, то есть B1. Всего ступени 6. Есть A1, A2, B1, B2 и C1, C2. Для работы нужен B1. Минимальный уровень языка для работы является B1. Но этот уровень языка подойдет для таких работ, где не требуется особо разговаривать с людьми, например, уборщик или колодовщик, или человек, который выставляет товар на полке в магазине. Но если вы уже хотите работать по специальности, по какой-то, в которой требуются уже технические знания или какие-то медицинские термины, например, то есть это врач или инженер, или еще какая-то сложная специальность, то здесь уже нужен более продвинутый уровень языка, это C1 и C2. Пятый вопрос. Если при переезде уже знаете немецкий язык, то просто сдаете экзамен? Если вы знаете язык на разговорном уровне B1, как я уже говорила, то джок-центр может предложить вам пойти на работу, на низкоквалифицированную работу, и, возможно, без сдачи экзамена. Так что добавить, что я точно не знаю, типа, я не сталкиваюсь с такой ситуацией, поэтому не могу точно вам сказать. Здесь уже, типа, у каждого, типа, индивидуально все. К сожалению, я с такой ситуацией сталкивалась и не читала о таких ситуациях, поэтому точно сказать вам не могу. У каждого это все индивидуально. Но я читала, что люди, которые хотят работать по более высококвалифицированной работе, могут обратиться в агентюру ARBE, и они могут предложить оплатить курсы B2, C1. Также некоторые работодатели соглашаются оплачивать людям языковые курсы. Книги нужно приобретать самим? Да, книги покупаете вы сами. Я знаю, что некоторым людям возвращают деньги за покупку учебников, но, к сожалению, мы получили отрицательный ответ. Будете поставить антракт, и, возможно, вам вернут деньги, потому что в разных землях и в разных городах все по-разному. На усмотрение уже бератора. Следующий вопрос. Как у вас отношения с одногруппниками? Все наши одногруппники из разных стран, но это не портит нам отношения с ними, и сложившаяся ситуация сейчас в мире тоже никак не оказала на нас воздействия, и они относятся к нам хорошо. Мы также во время паузы общаемся на нашем супернемецком языке, пытаемся понять друг друга, обсуждаем какие-то обычные бытовые темы. Например, поиск квартиры, просто как дела, что сегодня делали. То есть нас не унижают. И мы никого не унижаем. И мы никого не унижаем. У нас все одногруппники очень добрые, веселые ребята, шутим постоянно с ними, смеемся. И у всех есть самое главное стремление к изучению языка, и мы пытаемся друг другу с этим как-то помогать. Все ли понятно, что вам объясняет учитель? Учителя говорят только на немецком языке. Если что-то непонятно, они пытаются сказать это медленно, четко. Если это касается грамматики, они пишут на доске, выделяют разными маркерами и пытаются как-то показать все, рассказать. Если вопрос по какому-то непонятному слову, то здесь начинается так называемая игра в ассоциации. Учитель либо показывает это какими-то действиями, либо находит картинку в интернете, либо, например, если вообще непонятно, то, например, я записываю непонятное слово себе на листочек, и либо во время паузы перевожу в переводчике, либо уже дома разбираюсь с этим вопросом. То же касается и грамматики. Если, например, что-то мы недопоняли в теме, то мы пытаемся найти эту тему на нашем родном языке, на русском, и как-то разобраться уже дома. В основном учителя объясняют все понятно. В конце каждого занятия у нас идет разговор с учителем на тему занятия. Например, если была тема квартира, переезд квартиры, поиск, ремонт квартиры, то преподаватель пытается на эту тему рассказать какие-то истории, расспросить нас, где мы живем, что бы мы сделали при переезде в новую квартиру и так далее. Но бывают моменты, когда преподаватель начинает заговариваться, начинает говорить быстро, и применяет слова в лексике, такие, которые мы еще не совсем знаем, слова, которые мы еще не знаем. И тогда уже начинается немного непонятно, но в основном суть мы улавливаем все равно. Следующий вопрос. Как сформулируют вопрос, если не знаешь, как это будет по-немецки? Каждый вопрос все интереснее и интереснее у нас. Итак, здесь есть несколько вариантов. Либо вы можете как-то интуитивно, с применением своих знаний, слов, которые вы знаете, как-то попытаться спросить на ломаном немецком, что вы конкретно не поняли. Либо есть еще вариант. Вы можете вбить просто в переводчик и прочитать этот вопрос учителю. Ну и здесь самое уже интересное начинается, чтобы вы поняли ответ учителя. Также не все учителя разрешают пользоваться переводчиком. Например, один учитель у нас разрешает, а второй категорически против телефонов и хочет, чтобы мы именно спрашивали, разговаривали и писали сами, например, чтобы мы не фотографировали доску с написанным правилом, а писали все от руки, чтобы лучше шло запоминание и говорение. После завершения курса будет ли экзамен? Да, конечно, после завершения курса уже будет экзамен, после завершения B1. Экзамен схож с экзаменом в России при сдаче на сертификат А1 в Гёте-институте. Также будут четыре модуля. Хьорен, шрайбен, лейзен и шпрехен. Но, соответственно, они будут уже с грамматикой не А1, а Б1. Поехали. И последний вопрос. Какая программа легче ли, чем в Гёте-институте в России? К сожалению, я не училась в России в Гёте-институте, мы изучали язык самостоятельно. Но я могу сказать, какие темы мы уже прошли сейчас на модуле А2.1. Например, мы проходили уже падежи, акузатив, датив. Также мы начали проходить сложные предложения с союзами, потому что, что, если, когда... Также мы изучали изменения артиклей в падежах акузатив, датив и изменения личных местоимений. То есть, как бы, её, он, они, ваши, наши и полностью личные местоимения. Если у вас остались какие-то вопросы, то не стесняйтесь и пишите их в комментарии. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Под видео в описании я оставлю ссылки на Инстаграм и Телеграм-канал. На всякий случай, вдруг всё-таки социальные сети заблокируют, и чтобы вы могли оставаться на связи со мной. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok